Это корпус NZXT Phantom 410. Он продается уже давно, но почитатели компании NZXT до сих пор его расхватывают как пирожки. Тем более, что NZXT только-только начинает продаваться в Украине, поэтому вот вам, друзья, пожалуйста, обзор. Кто хоть как-то знаком с компанией NZXT, те знают, что внутри у них практически всегда все очень хорошо, удобно и просторно, поэтому выбор идет в основном чисто по дизайну и по деньгам, которые вы можете за него отдать. Сам корпус в рамках NZXT достаточно недорогой, однако есть но, о которых я расскажу ближе к концу этого обзора. А пока о дизайне. Он таков. Корпус целиком и полностью глянцевый. Вот это пластик, передняя часть тоже пластик. Боковые двери и основное шасси логично, целиком и полностью металлическое, надежное, и причем сделано из достаточно толстого металла, и шум из себя не очень-то и активно выдает. Кому какой дизайн нравится это дело такое, лично по мне глянец не по мне. Мне больше нравятся матовые корпуса, однако этот корпус есть просто в бомбическом красном цвете. Он тоже глянцевый, но там не остаются отпечатки пальцев, там не остается никакого мусора, ну по крайней мере его не заметно, ну а красный цвет там просто дикий огонь. В белом кстати тоже хорош. Весен такой угловатый, красивый, с интересными и необычными формами, которые приковывают к себе не только взгляд, но и пыль. Она достаточно заметна. Спереди есть дверь, за которой прячется три лотка для оптических устройств, либо для реобасов. И кстати по поводу пластика. Вот этот оранжевый пластик мне, честно говоря, как-то вот не очень. Какой-то он немного, скажем, душманский на вид. Вверху видно логично и понятно сетка для отвода воздуха из корпуса. Вентилятор здесь стоит, о нем расскажу немного позже. Спереди тоже есть сетка, предназначение ее такое. Вентилятор стоит внутри, вдувает воздух в корпус для охлаждения. Без сетки воздух не прошел бы. К сожалению, здесь не двери, а обычные задвижки, их я не очень люблю. Однако, сверху есть оргстикло, которое закрывает вашу систему. Через него видно только вашу систему охлаждения процессора. И к сожалению, если вы купите красивую материнскую плату, видеокарту, SSD диски и все остальное, то через это окно их видно не будет. Только система охлаждения процессора. Ниже, как видно, сетка и здесь есть еще слоты для еще одного Карлсона. Ну, в смысле, вентилятора. Сзади все целиком и полностью типично. Интерфейсная панель, 120-мм вентилятор на выдув, блок питания находится внизу и стоит на резиновых шумопоглощающих ножках, чуть попозже их покажу, и отверстие для системы жидкостного охлаждения, которое будет находиться снаружи. Помимо 120-мм вентилятора сзади на выдув, есть точно такой же 120-ник на вдув и 140-й вентилятор сверху на выдув, причем с белой подсветкой. Вот она. Проапгрейтить систему охлаждения можно так. Сверху, рядом со 140-кой, поставить еще одну 140-ку, либо две 120-ки, либо систему жидкостного охлаждения до 280 мм. Внизу можно поставить одну 120-ку, сзади ставится только 120-ка и менять ее можно даже не менять, а спереди вместо 140-ки ставится две 120-ки. Систему жидкостного охлаждения, к сожалению, не поставить, потому что трубы вывести некуда. Блок питания стоит на резиновых ножках, поэтому вибрация от него в корпус никак не передается, особенно если вы купите тихие блоки питания. Точно такие же ножки находятся и на днище самого корпуса, это тоже очень хорошо. Однако полевик есть только один, и он закрывает систему охлаждения самого блока питания. Только один полевик. Как по мне, это немножко маловато. Порадовало наличие реабаса трехпозиционного, и к нему можно подключить максимум 4 вентилятора, причем только трехпиновых. Три позиции. Минимальные обороты, корпус тише всего, охлаждение, логично не шумит, но система будет немного более горячая. Средние, нормальные температуры, нормальный шум, как раз на таком в основном я и работал. И максимальные обороты, максимум шума, выдержать это невозможно, зато система вполне неплохо охлаждается, и именно в таком режиме я прогонял все тесты. А шумит все это дело вот так. Сейчас прокрутится вентилятор на своих максимальных частотах и... Сейчас в основном слышно только видеокарту. А вот максимальные обороты. Здесь уже слышно корпус. При необходимости сюда совершенно спокойно помещается киловаттный блок питания, а вот материнку можно поставить максимум АТХ формата. ЕАТХ уже перекроет кабель менеджмент, который здесь есть, но его немного, по моему мнению, недостаточно. Хотя на самом деле в основном этот кабель менеджмент даже нахваливают. Скажем так, о кабель менеджменте можно судить по тому, сколько у меня кабелей вот здесь собралось возле блока питания. А их много. Сами отверстия для кабель менеджмента, они не очень-то и большие, но их спокойно хватает для прокладки кабеля питания материнской платок, который достаточно толстый и большой. При этом за счет того, что они небольшие, честно говоря, нет огромных таких дырень, которые прям вот смотрят на вас из темноты. И это приятно. Все кабели у меня совершенно спокойно прошли. Есть отверстия для кабеля питания процессора. Однако получается так, что это отверстие перекрывает материнская плата. И выходит такая штука, что пока вы не проведете кабель питания процессора материнку лучше не оставить. Вот смотрите. Систему охлаждения процессора можно спокойно поставить уже после установки материнской платы. Однако придется немного поизвращаться. Вот эта вот пластина, как видно, немножко перекрыта самим шасси. Ее нужно прокладывать аккуратно. А вот тот кабель-хаус, о котором я говорил. У меня с кабель-менеджментом дела достаточно плохо. Хотя, наверное, очень плохо. Но пространства за самим шасси достаточно много для того, чтобы спокойно поместилось два плотных толстых кабеля питания. Вот, например, материнка и процессор. Накладываются друг на друга, а стенка все равно закрывается. Но лично я столкнулся с такой проблемой. Реобаз необходимо запитать по Molex кабелю. Molex кабель к моему блоку питания нужно подключать отдельно. И он достаточно большой, там сразу четыре Molex. И куда девать весь остальной кабель, когда вам нужен только один Molex. Сзади его спрятать места не нашлось. В итоге он лежит у меня здесь. С системой накопителей здесь все в порядке. Всего слотов шесть. Четыре из них в стойке, которая снимается для увеличения обдува самого корпуса. Но если снимете эту стойку, без дисков вы не останетесь и остается два слота для трех с половиной дюймовых дисков. Да, нет отдельных мест для двух с половиной дюймовых дисков, не трех с половиной дюймовых. Я запутался уже. В общем, два с половиной дюйма можно поставить в 3,5 дюйма. А вот 3,5 дюйма в два с половиной дюйма не поставить. Поэтому двух с половиной дюймовых слотов здесь нет. Сами лотки выглядят вот так. Они пластиковые, достаточно неплохо гнутся и вряд ли сломаются. А трех с половиной дюймовые диски можно поставить без винтов. На всякий случай, в комплекте с самим корпусом все крепления идут, а можно снять это безвинтовое крепление. Ну и логично, отверстие для 2,5-дюймовых дисков на месте. В целом по сборке у меня вопросов не оказалось, кроме буквально двух моментов. Мне некуда было деть некоторое количество кабелей, о которых я говорил, и пришлось прокладывать заранее кабель питания для процессора. Но есть еще пара моментов, о которых мне хочется поговорить. Видеокарты здесь можно поставить длиной до 430 мм. Блин, почти полметра, но при условии, если снять стойку с дисками, о которой я уже рассказывал. Процессорный кулер можно поставить достаточно высокий. Thermaltake Frio Silent 14 с 140-мм вентилятором здесь поместился спокойно, и запас до стенки был еще один сантиметр. И при всей, скажем так, плотности всей моей системы, меня порадовало то, что остается сверху место для системы жидкостного охлаждения процессора. Она у меня есть, но я ее пока не поставил. И если вы все-таки купите систему жидкостного охлаждения для процессора, либо для видеокарты, то сам теплообменник обязательно ставьте вверх и только на выдувку. Температуры внутри закрытого корпуса у меня получились такие. Я напомню, что тестировал я все на максимальных оборотах вентилятора корпуса, а тогда корпус реально очень сильно шумит. Так вот, процессор Core i7 4770K не разогнанный, с системой охлаждения Thermaltake Frio Silent 14 разогрелся до 69 градусов. И это совершенно нормально. Видеокарта достаточно горячая, Radeon R9 380X была прогрета максимум до 70 градусов, тоже очень даже немного. Но при желании можно все опустить на минимальные обороты, открыть крышки и обогревать комнату. Профит. В общем, глянец – это дело только на любителя. Кому нравятся глянцевые корпуса, которые блестят, кому-то нравятся матовые корпуса – это дело такое. Лично такой вариант мне не по душе, хотя знаю лично людей, которым он очень даже понравился. Внутри все хорошо, спокойно, скажем так, достаточно и для весьма недорогой системы. Кроме одного НО. Но сам корпус не из дешевых, вообще NZXT дешевых корпусов не делают, и за его деньги, скажем так, есть другие варианты. Друзья, вы смотрели обзор на канале FUA, заходите к нам на сайт, покупайте у нас на сайте комплектующие для вашего компьютера игрового, не игрового, но у нас не только для компьютера продаются все, у нас есть телевизоры, мониторы, телефоны, планшеты, ноутбуки, даже питание детское есть. Ну, в общем, вы найдете что-то для себя, покупаете, поддерживаете нас. Подписывайтесь на канал, все ссылки есть в описании. Меня зовут Руди, мы с вами еще обязательно увидимся, так что лайк, подписка, смотрим другие видео, все дела. Всем до встречи и пока!